привет 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 всем привет привет поплетем сегодня немножко привет всем помашу поплетем обязательно я пока рабочее пространство готовлю всем всем привет всех рады видеть я закрепила комментарии что мы сегодня делаем мы сегодня плетем чашку с блюдцем сегодня кое-что вам покажу еще что случилось с трубочками привет июлечка привет евгения оля здравствуйте привет привет а так как трась как красила трубочки у меня есть видео на эту тему видео нет нет я в посте писала но эфир сохранился поэтому я думаю что в фейсбуке можно его посмотреть этот эфир вот такие трубасики но они на камере немножечко темнее смотрятся так то они в жизни светлее так долго высыхать не хотели я уже думала ну что ж такое то когда когда уже вот совсем не хотели высыхать от слова совсем случилось с ними небольшая беда не беда задачка задачка я ее конечно же решать не буду но сейчас покажу что с ними приключилась всем всем привет 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 в общем они у меня не хотели высыхать долго долго не хотели здравствуйте попала иночка пишет аида здравствуйте галина здравствуйте ирина приветики виктория всем всем привет всех по именам не могу будет записи очень надо но если будет то будет конечно привет привет вообще у меня же есть видосик по плетеной чашки вот но если нужно то конечно я скину этот эфирчик там на ютюбе всем всем привет в общем высыхать эти трубочки у меня не хотели я их обработала сегодня утром представьте они с утра я их обрабатывала в 7 часов утра по 8 где-то они не хотят у меня высыхать и не хотят вот совсем недавно буквально в общем помогла я им высохнуть феном в итоге смотрите что произошло я не знаю будет ли видно на камере сейчас возьму прям вот букет смотрите как изменились кончики на камень конечно на камеру не очень видно смотрите как изменились кончики то есть трубочки все они практически или ну сиреневые до кончики коричневые стали желтоватые кончики это я их сушила феном и я уже хорошо сообразила под конец что ой они уже желтеют у меня концы я перестала но сушить феном то есть я остановилась и хорошо у меня не все вот эти вот просушены не все кончики получать пожелтели это была вторая партия чем я перестаралась от воздуха видите они немножечко желтеют это надо я не знаю аккуратненько так нужно они как бы от фена вообще не особо желтеют да он вообще не желтеют у меня просто я направила фен очень очень сильно близко на них и они начали у меня вот так вот себя вести короче знаете тоже что так бывает привет 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 но я постараюсь выложить там постараюсь у меня же мастер-класс чашки с блюдцами есть на канале привет леночка всегда что-то новенькое придумываешь в этот раз ничего и . вот стою сто процентов не будет ничего тем более что я женят не вот прям не от аду я же буду плести я буду просто вот какие-то моменты сейчас включилась буду тарелочку плести да вот завтра включусь уже буду чашку загибку я сделаю вне камеры загибка будет обычная я знаю некоторые от меня косы ждут но я на косы еще пока не готова я вообще когда у меня какой-то заказ поступает я на нем не экспериментирую то есть вот мне например одобрили фотографию да вообще это как бы чашка такая будет похоже на мою предыдущую на мой предыдущий заказ чашки вот одобрили окей и обычно на заказах я не экспериментирую потому что эксперименты они немножечко не в том направлении то есть если я буду на заказах экспериментировать и этот заказ просто не отдам потому что эксперименты они у вот по не знаю по вдохновению идут не знают и я такой человек мне нужно сесть хорошенько это все обдумать как обычно в общем пока я это все обдумываю пройдет какое-то время и пока это все обдумываю надо уже заказ отдавать так что привет 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 будет все просто все просто будет привет мои хорошие я всем час помашу помогаю помашу сейчас в одном цвете дам в одном цвете будет полностью сиреневый полностью 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 сиреневый будет но слегка такая патина возможно сверху на загибочки беленьким слегка слегка так это любимый цвет человечка вот поэтому поэтому в этом цвете только ручки к сумочке крепить буду круто супер мы вчера ой мы когда уходили фотографироваться а воскресенье мы ходили на фотосессию вот покажу вам потом фоточки сумочки но она еще без подклада потому что на него нужна ткань это я писала в посте в общем не нашла пока ничего и пока у меня сумочка без подклада будет ничего страшного она и без подклада хорошенькая так вот хотела я ладно получается давайте посмотрим может быть так начало ряда мы сможем не уже не сможем это надо было вначале ну ладно конечно страшно я думала ряд закрывать каждый и потом видите начала так плести ничего страшного буду подставлять новые трубасики как у вас там с погодкой как делишки рассказывайте не молчите гроза у кого-то там я вижу в stories у нас тоже сегодня небо такое прям дождливо грозовое сегодня попали даже под дождь хотела заснять этот момент но я уже была вся мокрая вот зато под дождем я погуляла это очень клёво я давно так не гуляла под дождем всегда я дождя вообще боюсь вот прям мне не было страха никакого это очень клёво сейчас мы будем дополнительные подставлять я возьму те у которых кончики пожелтели их я буду на это настойки использовать дни ну надо же так конечно всем всем приветики о сколько много вас привет привет так решила сделать подклады старого арова а что такое арова лисичка сумка тебя супер спасибо большое погрозило немного у вас уже здравствуйте я обожаю дождь специально не спешу мокну а я вот не могу на дожде мокнуть потому что у меня иначе опять на голове дуванчик ну как обычно что плети у моя на работе ринка пишет привет привет а мы плетем обычную чашку с блюдцем но тут я вообще как бы ничего такого вычурного не плету 1 2 3 4 5 6 7 8 добавляем трубочек вот ничего такого не собираюсь просто обычная чашка с блюдцем но необычный цвет мне кажется что интересно так 5 6 7 8 трубочки до сих пор немножко влажные я уже даже даю мне просто вот не в пакете даже просто на пакете потому что но я их даже феном не стала досушивать из чего кончики поджелтели от фена представляете от фена привет привет я вначале вот как раз эфира рассказала что они у меня не высыхали не высыхали я решила что ну куда уж уже совсем у нас просто на десерт сегодня блины и на блины нужно много времени правильно чтобы их спечь думаю ну устройка я эфир тогда ну вот в это время до во сколько два часа до вот они взяли и не высохли у меня обычно у нас в квартире очень жарко и обычно они быстро сохнут быстро прям вот а тут 7 утра с пол восьмого где-то 7 с пол восьмого но пока их обработала ну будем считать что с 8 они сырые думаю ладно пойду феном возьму их просушу в итоге одну партию просушила как обычно феном а вторую я заторопилась думаю щаска я им и направила этот фен на кончики очень очень прям плотная и близко и очень сильный поток взяла в итоге я смотрю кончики прямо на глазах желтеет желтеют я хорошо конечно оклемалась быстренько выключила фен потому что иначе у меня мы были уже они коричневый я не знаю что случилось никогда такого не было вот это вам тоже в заметку что может быть такое может быть такое всякое нас жарко в краснодарском крае хоть на выходных было прохладно сегодня хорошая погода и вчера прям ураган был повалил полгорода деревьев кстати у нас тоже у нас тоже вчера ураганный ветер был такой что прям вот как будто надо кирпич вообще с собой брать чтобы нет не смело привет валентина приветики вчера вишню развалила пополам жаль конечно цвет красиво спасибо получилось так бочки спасибо чки привет из старого платья ткань какая-то мамина длинная пышная о супер цвет мне ночь из оболочно коричневый интересно кстати привет привет сделала бы меланж ой ну не знаю даже не ну в принципе да я теперь понимаю что можно сделать можно еще трубочки не красит просто феном и все сделается меланж такой а неужели я прям о точно прям подугадала и наращивать уже буду здесь сейчас вот сейчас вот здесь делаем вот теперь мне нужно выбирать для наращивания кончики которые нормального цвета хотя это же будет изнанка я сейчас как-то так не запариваюсь изнанки главное чтобы было аккуратненько там уже дело 10 это же изнанка правильно так бы все запаривались с изнанки вот как бы одежда у нас тоже с изнанки выглядела бы как с лицевой в общем короче я поняла что на изнанку париться не надо главное чтобы все аккуратненько там уже окей я даже не знаю как мне стул поставить давайте вот может быть вот так вот сейчас один момент там давайте-ка я поставлю цвет шикарный да получился хороший где наша не пропадала надо кстати нас дождик заливать ничего не растет их сочувствую пусть будет солнышко цвет подкрасьте потом да я думаю что да можно конечно тем более что цвет у меня там 30 миллилитров осталось немножко если что да разбавлю рецепт уже есть так что все хоккей мне на мою хлебницу осталось ручку приделать энтузиазм пропала что вдохновение но ручка это уже не целая хлебница ручка это уже не целая хлебница так что я думаю что вдохновение скоро придет что-нибудь включить такое приятное посмотреть что-нибудь приятное и придет вдохновение обязательно придется вас вертеть немножко потому что я добавил эти длинные стоечки можно было конечно заложить сразу все длину но не стало подклад будет на сумочку будет но вообще давай я планирую подклад но пока я не нашла ткань но вообще кстати сколько трубочек уйдет приблизительно я не знаю но двести восемьдесят штук наверное точно большую мне не надо привет привет лады с привет голоты скоро никами будем общаться да вот подклад конечно будет на эту сумочку но пока у меня нет подклада я без подклада буду я ее использовать вот а так там уже посмотрим параллельно буду его искать конечно потому что с ним удобнее можно и кармашки там какие-то нашить еще что-то 1 у меня пять мотоциклисты они прям как чувствуют я веду эфир значит нужно им там по это пошуметь немножко выложить постараюсь если нужно я конечно выложу в эфир youtube эфир просто тут ничего такого серьезного нет сегодня кстати видео с загибочкой выйдет которую я показываю недавно на трансляции многие просили что так что выпущу на заказ доброго доброго светочка завтра день освобождения беларуси от фашистских захватчиков ух это великий день просто велики с праздником на всякие смысле заранее закупаемся сегодня-завтра запрет на алкоголь и правильно цвет красивый сирень а мне вдохновение трубочки катать 6000 накрутила ого-го хб надо на подклад ну да хороший хороший вариант хбшка вообще поигрывает очень что приятно было на ощупь такое когда тебе длина уме 30 у меня на ту чашку которую я плела фоточку есть там она огромная получилось у меня тоже штук 300 ушло до трубочек а здесь мне не нужно огромных я очень буду стараться чтобы не было огромный привет 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 вам всем мое уважение мое тоже да я сейчас норму в день выполняю 50 но я немножко ее увеличила до 100 потому что активно к встрече надо подготовиться там мы тоже будем что-то плести кое-что интересненькое вот так сейчас мы с изнанки будем работать с изнанки вот видите у нас в изнанке такие вот штуки сейчас будем их убирать причем главное их не до конца вытащить это у меня очень много ситуации бывает когда я вот так выдерну и все и прощай прощай мои труды поэтому что я делаю чтобы не вытащить я вот так вот закрепляю руку покажу еще раз вот так вот закрепляю руку когда камеры нет я ее еще и держу на месте это это я вообще ходячий просто в общем и вот так вот немножечко вытягиваю рука у меня закреплена я прям чувствую насколько я ее вытягиваю на просто на милли миллиметры и вот таким вот образом можно еще немножечко прижимаю вообще ничего конечно никто приглядываться не будет это вот мои тут законы да но хочется тоже все сделать по совести как для себя плетем кому-то как для себя так что отвечаем так сказать головой не знаю здесь может не буду подрезать ладно привет привет восхищаюсь твоей преданности к трубочкам и изменяют трубочкам с крючком а я иногда фломастер с фломастерами и изменяю но вот раньше я много рисовала сейчас все-таки меня тянет очень много вот это все плетение очень тянет вот поэтому я изменяю изменяю рисованию рисованием то изменяя плетению с рисованием с фломастерами но плетение очень затягивает не знаю конечно кому как мне тут пишут что такое видео было там да даже не вздумай плести начинать мне там написали что я начинала плести и знаете меня это совсем не вдохновила кого когда получается кого-то не вдохновляет а кого-то вот прям вообще прет и прет и прет так что тут конечно все по ситуации наверное все по человеку не бывают периоды когда я от трубочек устаю серьезно вот в эти периоды я делаю блокнотики рисую что-то и вновь появляется желание звук пропал меня слышно привет привет а я ничего не делала я ничего не делала и звук пропал как почти всегда удирает трубочку а потом опять засовываю все тороплюсь куда-то вот надо руку держать так просчиталась трубочками на органайзера красящего распозна красьте с запасом вот 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 звук есть значит вы что-то нету нажали кого там звук пропал наташу тебя наташа слышно стало хорошо это просто что-то у инстаграма что-то инстаграма периодически же техника техника она иногда в общем бывает что-то барахлит техника всегда люди тоже барахлят до человеческий фактор человека легче исправить чем технику дать ему алгоритм легче чем техники нет еще 9 процентов нет на зарядке просто камеру еще что я вас так поднимаю как-то по-другому никак привет спасибо вам за лайки за сердечки большое-большое-большое очень приятно очень нравится нити разноцветные сердечки и сама люблю их отправлять периодически так я тоже два раза начинал пробовала сама по себе не вышла потом увидела изделие погибло навсегда мне нравится сам процесс даже не изделие сам процесс очень привет 30 метров рабочая часть вся трубочка вся трубочка скрутка у меня где-то примерно два с половиной иногда три сантиметра идет гадла гадла клина а у нас еще у чашечки же есть вот эти как его ручка бог как значит мы еще и ручку будем плести тогда это хорошо будем видеться почаще на этой неделе камера конечно не передает всей красоты цвета мне кажется это из-за того еще что у меня тут дневной свет мешает солнышко щас вот чуть-чуть поярче немножко сделать привет ирина привет у меня вроде тоже такая длина но всегда уходит больше трубочек чем у тебя странно может на фото изделие кажется больше мне кажется нам мне кажется из-за фото кажется больше ой я помню в группе по плетению твои вот эти органайзеры были мне реально показались они большие а потом я вот прочитала размер я уже честно не помню какой был у тебя размер органайзеров но в общем они казались больше чем вот этот размер казались прям огромный я еще так сначала посмотрела вау обалдеть какая громадина потом почитала размер вроде да нет вроде хороший размер ну не огромный мне кажется что камера все равно она больше делает монеток кажется почему-то решила сплести это изделие потому что я и куплю на заказ поэтому и решила сплести почему я согласилась потому что изделие в принципе легкая времени у меня не так много но в принципе изделие легкая и поэтому я его успею сплести обычно вот я не плетал большие изделия на заказ там кота дом у меня кто-то спрашивал то есть нет я плету конечно но просто сроки и изготовления будут как бы больше потому что не одним я еще занятием я не только что как бы плету на заказ да ну как в общем плетение на заказ так моим хобби можно сказать получается потому что основной это youtube и обучение вот все что есть свободное время могу взять вопрос опять же о клее вот кто-то тоже мне писали ну мало ли вам пригодится густой клей густой пва у меня и он не размокает конец трубочки вот я залила я сейчас буду ждать пока эту отрежу он за это время не размокнет у меня трубочкой на трубочке вот а почему еще согласилась потому что мне интересен был цвет сиреневый и вообще хотела попробовать изделие сплести в таком цвете ну и плюс покрасить трубочки сиреневая менящий этот цвет очень нравится этот бац так подвезло окей окей когда-нибудь отдыхаешь отдыхаю отдыхаю мне достаточно где-то может быть полдня даже поваляться на диване либо погулять без соцсетей и тогда я отдохну потому что у меня в основном занятия связаны с соцсетями и это у меня очень-очень огромный минус конечно испекла запеканку хорошая запеканка точно когда плиту тоже кажется какой же он огромный как долго плиту надо рисовательные эфиры тоже проводить согласно снежаночка согласно тут как-то я проводила рисовательные помады ли вообще мы в ютюбе так рисуем а тут тоже надо вот ни одна ты пишешь при рисовательные эфиры у них я не знаю почему так получается почему я их редко здесь провожу почему может быть знаете почему я буду с вами откровенны наверно да смысле с догадками откровенно что скорее всего я не вижу тот отклик который получаю от рисования и мне не хочется выставлять вот вот эту вот сторону моего творчества потому что она практически мало кому интересно но это я так думаю с другой стороны когда я например там рисую в эфирах я получаю отклик действительно там люди даже вместе со мной рисуют потом уже в записи рисуют и я всегда думаю точно надо больше проводить потом мне опять мысль что ну когда я просто включаюсь например в эфире до рисовать мало людей приходят и у меня вот такие мысли что ну кому это все нужно это как по кругу потом пишут мне люди что им им нужно да потом я опять включаюсь мало кто приходит и опять мысли кому это нужно ну как бы круговая такая мысля идет крутая мастерица спасибо огромное прям вот два столяр до момент такой комплимент прям вообще не засмущали как ты его шприц заправляешь вот так беру вот он закончился например я опускаю в свою тугу с клеем и поршнем вот так вжог его и он засасывается через вот этот носик наш спать ложится в двадцать минут отдыхает так нет в 21 30 в 20 куда уже в 20 ты что когда уже 20 когда на чашку стойки поднимать будете не буду на чашку стойки поднимать я их буду вставлять я конечно же забыла что я на чашку буду вставлять стойки но я в общем после уже проплетания тарелочки как в той чашке я тоже забыла заговорил и да я потом буду вот следующим образом делать то есть я сюда их буду вставлять это конечно архи неудобно но в принципе у меня тогда получалось в принципе я сейчас мы куда же вставить стоечки он вот как я сейчас поступлю это хорошо чтобы не напомнили потому что я когда заговорюсь я же забуду абсолютно забуду что у меня там как чё вставлялась так пока почитаю хэллоу хэллоу сейчас вставим сразу стоечки привет привет сплела в этом цвете двухъярусный поднос все в восторге во круто видела здоровски здоровски тоже вот свет вообще выигрывает конечно это что у меня а это смайлик у меня и думала что тут за такое кружочек количневого цвета это у меня смайлик так хорошо что вы мне напомнили когда я как мне быть значит я что делаю я расправляю конечно это я так считаем раз два три 4 5 6 7 8 9 10 ну приблизительно на 10 рядах мне достаточно расправляю не переживайте это я отрезать не буду не буду не 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 так опять же читая раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять раз два три 4 5 6 7 8 9 так получается где у меня начало вот здесь у меня начало вот это вот трубочка начальная хорошо вот как раз вот как раз это я значит до плиту тут у меня уже было не 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 обрезаю вот вот как раз таки смотрите мы как заговорились хорошо вот здесь у меня идет все все и вот что я делаю значит есть у меня всякие трубочки которые обгрызаны обкусаны ну всякие вот кончики просто нужно срезать такие вот маленькие новичок накручила уже трубочек купил марил кулак при покраске обязательно добавлять грунтовку я не добавляю только воду добавляю ну конечно может быть кто-то добавляет грунтовку но если вы хотите мой опыт повторить то я без грунтовки крашу без грунтовки сейчас я вставлю сейчас я покажу что я делаю потом так я делала в одной чашке тоже не так такой способ понравился больше всякие остатки трубочек где лёва что не придет лёва лежит отдыхает как надо правильно если бы ты не забыла правильно вообще вот как вот я сейчас делаю вот так вот правильно но нет смотрите вот как правильно я конечно не могу там вам сказать что вот это правильно да каждый правильно можно вот так взять трубочки того же говорится цвета до которым вы собираетесь чашку плести и эти трубочки вставить например сразу же потом сплели тарелку их подняли стали плести чашку но они мне сейчас будут мешать поэтому я взяла огрызки трубочек которые у меня тут остались вот чтобы они мне не мешали дальше дальше можно следующим образом тоже как-то плела следующим образом сейчас покажу тоже плевать ким такое решение было вот как я показала да то есть я брала вот сюда вот расширяла вставляла и все окей можно и так можно вообще сплести сначала чашку не париться потом вставить трубочки боковые где донышко у чашки до вставить и как бы с чашки плести тарелку это не очень удобный способ но он имеет место быть но я всегда сначала тарелку потом чашку сейчас крайне мере тут уже не важно как там на какую-то главное ставить и потом убрать и ставить уже новые я просто сейчас занимаю место как бы для новых трубочек привет спасибо большое александра спасибо большое спасибо за ответ вы сохранить свои уроки на ютюбе все мои уроки есть или переходите переходите у меня ссылка в шапке профиля вот зайдете на лады лигай вот в инстаграме здесь и там написано бесплатные уроки ютюба и эта ссылочка на youtube там найдете много-много всего тут это просто инстаграм для меня как ну не знаю визитка может портфолио сюда просто выставляются фоточки изделий которые я плела купила клей-столярбанка серебряного цвета не знаю как этот клей серебряного вот тоже я не кстати я не покупала такой еще но вот как раз расскажете из украины привет привет у вас там наверное жарень мой любимый цвет супер мой тоже вообще сирене очень люблю а такая она и пахнет конечно ах 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 как она пахнет да вот спасибо напомнили про этих про эти вставочки так бы я плела и плела бы все поправимо конечно да все поправимо просто вопрос был бы в другом удобно ли было бы на плести так 3 6 10 3 6 вот уже все да вот так вот у нас кстати вот то что я не делаю перехода на следующий ряд будет гулять нормально ничего не видно будет так и еще еще можно обрезать очень жарко давно хотела спросить ли гай фамилия мужа корейского происхождения вообще это корейская фамилия ли агай это уже корейцы которые в россии ну как это заземлились можно сказать вот и как ассимилировали до остановились стали жить им присвоена была вот эта приставочка бай так что ли гай это чисто так корейская корейская ассимиляция можно сказать в россии вот что-то такое момент столяр самые сильные д3 о значит не зря отлично и пионы я обожаю сирии и пионы пионы красивые конечно нам тоже вот и теперь я вот так вот дальше плиту даже вот так вот сюда направляю потом просто легче трубасики вставлять в тарелочку будет напоминаю пока вот вы собрались тут аж 70 человек смотрят те кто в санкт-петербурге живет или будет проездом в санкт-петербурге 17 июля приходите ко мне на личную встречу все подробности в контакте в мероприятии которые я создала если вам интересно я ссылку кину на это мероприятие лично со мной пообщаться в живую будет интересная программа кое-что для вас интересненькое готовлю мы конечно же будем не бла-бла-бла заниматься да ну естественно мы будем есть вкусняшки всякие как же без этого вот и конечно же будем что нибудь все плести или рисовать там в общем кто что захочет там программа пока еще обсуждается смысле рассматривается потом будет обсуждаться на вот этой вконтакте в мероприятии так что я вас очень буду рада видеть всех у кого будет такая возможность всех всех буду рад видеть кто в санкт-петербурге будет находиться 17 июля у кого будет возможность на эту встречу попасть буду вас видеть рада ваша рецепт хлебушек из гречки напишите мне в личку а вообще есть у меня канал такой про мою жизнь ладесса называется ладесса и там есть рецептик но если не найдете то в личку мне напишите вам скину прям ссылочку прям для вас не конечно программа по желанию может быть вы захотите бла-бла-бла я не против так что конечно все по желанию будет но чаёк вкусный кофеёк кто захочет все конечно будет это будет правда в среду на будний день вот но все равно может быть если будет у кого такая возможность зайти на эту встречу буду очень очень рада вам и каждому сейчас тут малярным скотчем и продолжу продолжу плести где-где ладессу искать сейчас я напишу название канала давайте в личку ладесса youtube на ютюбе набираете вот так вот прям набираете хлеб хлеб из зеленой горечки вот так и найдете я уезжаю в отпуск меня не будет в городе я даже расстроилась я бы с удовольствием приняла участие еще может быть как-нибудь организуем встречу вот конечно да жаль что не увидимся в живую но ничего может еще какую-нибудь встречу организуем уже не такую официальную как посиделки да такие всякие плетеные вот было бы здорово не услышала пропал звук еще пос я написала здесь вот здесь в комментариях прямо посмотрите я прям написала как ввести запрос на ютюбе там увидите канал ладесса называется посмотрите комментарий о сейчас будем разъединять двойные стоечки мой любимый момент вот прям настал смотрю небольшая ли чашка там будет да нет нормальная нормально получается десять рядов проплели и вставили дополнительные эти ну нормально да так стоять стоять добр добр легкого спасибо спасибо потрогать твои трубочки будет здорово но у меня же они обычные обычные трубочки что с моих трубочек взять возьму я фен на всякий случай с собой навстречу фен лишним не будет фен лишним не будет сплети большую чашку ой я уже даже не знаю ну мне вот как трубочек хватит или не хватит мне двести восемьдесят или двести девяносто покрашено надо посмотреть начали подсыхать аллилуйя просто сейчас мы их в пакетик уберем я посмотрю по трубочкам наверное если там прям совсем не получится большую крутили на 1,3 крутили на 1,3 ну она очень похожа на 1,2 ой все в Леонардо хочу доехать я у Ани увидела она в сторис показывала что в Леонардо сейчас спицы 1,2 продаются я очень хочу доехать потому что это очень удобно еще будет вот живые мастер-классы когда проводишь не у всех есть спицы такие а тут бас хоба и все и отлично всем раздала я помню проводила мастер-класс пришлось раздавать спицы 1,5 вот но они такие толстоватые конечно но в принципе тогда учились еще вот на моих плели а так учились на спицу еще нормально но лишним не будет в запасе иметь лишним не будет конечно это сто процентов привет 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 а что это вот сначала много народу а теперь мало народу пришло как это так никто не хочет плести почему почему ребятки ну вот и все можно уже здесь хоба хоба и вот так вот у паука у это лёсико что случилось ой ну лявка рядом со мной все спит и лежит рядом со мной ему так прямо интересно что я делаю носик свой сует везде а ну-ка про спицу леонардо поподробнее ой поподробнее я даже обычная спица в общем она очень похожа вот как продаются 1,5 спицы вот в таком наборе только 1,2 у нас есть такой рукодельный магазин леонардо я вот у Ани Анна фая арт я знаю что некоторые многие может быть из вас подписаны на нее тоже смотрю вот она в москве зашла в леонардо говорит там очень много этих всяких наборов спиц 1,2 было я посмотрела у нас тоже вот где ладожское метро ну у нас в питере тоже есть такое так что тоже хочу наведаться она очень похожа она очень похожа ну вот это вязальная я так понимаю спица просто на конце такой как это квадратик ну вот как вязальная обычная спица которая на 1,5 мм продается только это 1,2 я к сожалению не могу показать даже у меня нету на чем показать была вчера в леонардо не зашла в общем тоже такую спицу ищу ага мне знаете сколько ириночка надо хотя бы 3 наборчика 3 вот упаковочки надо еще я что я туда написала позвонила мне сказали что можно через интернет заказать то есть у них на складе есть такие спицы но не во всех леонардо они отправляют как бы ну него всем магазины до либо они заканчиваются у них либо что вот можно в интернете заказать и заказать сама вывоз из того леонардо которые вам по дому ближе вот так что я не знаю я точно поеду вот в эти ходные или нет а не заморачивайтесь я все равно в эти выходные поеду леонардо на дачу поеду и по дороге зайду вот и я это в общем там хочу попробовать найти и она а и она то что длиной больше 20 сантиметров по моему точно 30 34 что лили 35 а не говорила вот я не помню вот как то так так что если в вашем нету леонардо просто закажите в интернете самовывоз на тут леонардо который вам ближе и все уж они точно обязаны видела 125 но она была 20 сантиметров больше 20 сантиметров юль больше тоже я в скучнице видела такое но она короткая конечно только не чашку полиночка пишет классно и плиту корзиночку татьяна пишет здорово на ютюбе это тамка будет здравствуйте еленочка здравствуйте ну на ютюбе у меня уже есть мка чашки вот этот если нужно я загружу просто мастер-класс чашки у меня уже есть блюдца а это же просто это даже не мастер-класс наверное это просто как видосик такой релакс если нужно загружу обязательно просто так чисто поплести вспомнить пройдет десять лет буду смотреть и вспоминать ах такое я плела я сейчас а я отрыла же свои вязаные изделия которые там брошки я же плела браслеты оказывается такие плела браслеты я сейчас на них смотрю и думаю как это я вообще вязала я не плела в смысле а вязала конечно же как я это все вязала вот серьезно я вообще думаю вообще как у меня рука это все вязала это было год года два назад наверно этот дом хорошо ириночка но смотрите не заморачивайтесь так особо если да то да если нет не получится не получится мы все равно спишемся если может я раньше просто куплю но этих выходных все равно поеду так что вот так хорошо в одном городе жить привет 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 у нас скоро часик будет хорошо не эстетично такая бульбочка тут но ничего страшного не могу не могу поделать привет привет хай это тоже ну это не мк наверно просто по плану сплести тарелочку сегодня думаю откуда у меня вливается из другой дырочки иногда носик засыхает там образовываются я пушкинские горы в отпуска там может спицы найду о но хорошего тут хороший это нужно я снова на эти выходные на дачу у нас наконец-то поспела клубника представляете какая радость какая радость кто-то скажет да ну у нас уже это клубника давно а вот у нас только сейчас самое интересное что у нас домик находится в какой-то такой низине что всегда поспевает все очень поздно например у соседи у нас уже огурцы поспевают представляете а у нас еще только растут причем посадили мы их одновременно соседями это просто потрясающе то что не домик на возьми на возвышение у нас немного в низине эти все равно я буду наращивать можно сейчас кстати нарастить можно через один ряд ее уже давно нет анют привет ты только привет подключилась да ничего не поспела погода на урале нет ну как но у нас вот только жимолости клубника поспела все пока тюльпаны отцвели правда как у как у всех уже и все и рис и цветут вишни у нас в этом году не будет вся она померзла в мае абрикосы наклевывались не будет все померзли листья отпали это после майских холодов каких-то там были что-то такое вот в итоге все съели забыли давно вот как вас лодыщите немного деревьев плюс регионный солнечный да вообще да ой по это знаешь они то вот из разряда их ну-ка я яблони чтоб было понимаешь яблони очень много я как бы тут с родителями не спорю конечно не там сами им виднее что да как вот я бы конечно да пару яблонь всего бы оставила и все не стало бы слишком много вот этих всех сажать на одном метре только всего много такого ветвистого на пару минут как пришла привет привет рады летом плесенье получается к сожалению живем на даче внуки все лето огород я спеваю иногда крутить трубочки так что готовлюсь тоже с урала дождь весь день не видно пишет привет привет ириночка готовьтесь готовьтесь зимой так вообще парить не переставая я прям на это надеюсь но жизнь такая непредсказуемая штука все так все вот что пока конечно я планирую хотя у нас тоже огурцы толком начались мама их поздно посадила а сажаете помидорки там всякие я вот у нас что-то в этом году мы посадили очень мало зелени сейчас жалеем что посадили мало зелени потому что по сути нас зелень архи дорогая вот так вот чтобы ее покупать конечно не очень выгодно еще когда свой огород ну чё зелень то покупать да ну получается что так капусту единственное не сажали потому что у нас капусту уже который год грызут всякие лизуны грызуны эти слизняки грызут ее улитки и бабочек много и это который год и мы чем только не делаем и мы решили что капуста в этом году не будет и она такая еще такое урожай дают не очень в нашем регионе что тоже поздно посадила есть помидорки но еще зеленые но и хоть и есть я в отпуске крутить трубы буду нет правильно надо готовиться все надо готовиться конечно я тоже на дачу возьму покрутить нам же материал нужен для работы можно на этом этапе уже обрезать уже обрезать наращивать а там уже загибочка только коротенькие обрезаю наращиваю только коротенькие длины это я не буду трогать потому что длинные то у нас так хватит их длины это загибки там для всяких дел давайте то что тут обрезала сейчас мы нарастим спокойненько сюда вот эти вот с кончиком с коричневым с этим со светлёным кончиком сюда и забаваться их что они они у меня тут будут просто просто без дела что ли это не дело кто знает к чему воюют свою собаке к дождю наверное мы тоже такие огородники первый год ничего не знаем я хоть и смотрительно как-то не помогает особо здравствуйте здравствуйте ой какая будет загибка простая обычная очень похожа та которая на розгу на эзиду я когда заказ плету я особо вообще не мудрю не экспериментирую иначе я вообще тогда ничего не сплету серьезно но объемные я загибочки не буду делать я же говорю обычно обычно тут даже вот ничего такого нету в этом изделии кофе что что заслуживает внимание пристального серьезного к дождю наверное вот собаки не получается сращивание трубочек может слишком плотно кручу их и нет внутри места куда воткнуть следующую трубочку но это нужно посмотреть просто на саму трубочку то есть если вот полости есть внутри трубочки ну вот например да кончик ножниц сюда просовывается вот у меня просовываться вот досюда потому что дальше ножницы расширяются вот скрутка например у меня просовывается очень хорошо то нужно просто посмотреть да какая там полость это раз во вторых если вот срез вот этот вообще никак не помещается значит нужно посмотреть какого какой толщины этот срез то есть в идеале конечно он слегка потоньше должен быть чем начало самой трубочки либо такой же у меня вот такой же толщины то есть у меня сама трубочка по всей длине она одинаковой ширины и отсюда на наращивание вроде и так получается нужно все смотреть по этим параметрам попробуйте посмотрите плюс чем вы наращиваете да то есть вы тут много факторов влияет много надо посмотреть 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 на саму трубочку тем более вот уверен мы только ого а не знаешь что самое ужасное что он потом ведь все равно нарастет вот он потом реально все равно нарастет мы огород пропалываем каждый раз вот я приезжаю к маме она его постоянно полит причем там же у нас снытия немерено просто немерено и в основном вот ну ладно грядки да там пропалываются постоянно вот эти вот цветочные клумбы мама их пропалывает просто постоянно и я пропалываю постоянно и мне так обидно когда я приезжаю все было пропало там но идеально приезжаю и опять трава сныть вот это и уже мне ничего не хочется полоть потому что я знаю что еще вырастет и зачем мастериц кристину строды знаю да слышала да нет не со многими я общаюсь с некоторыми только тогда конечно слышала с некоторыми общаюсь с маленьким процентом надоели эти дождик дожди все получат как песня приветики приветики спасибо большое вроде да вроде пока не сложные теле просто поэтому и плетется так все достаточно простовато и пока легко а если какое-то сложное изделие то там надо уже мозгами по раскидывать вот и для меня это сложный процесс мозгами работать я лучше руками как спрашивают вот объясните мне то-то то-то ой мне лучше на пальцах показать чем вообще объяснить цвет очень приятно да светочка прям вот неожиданно получился такой сама не ожидала собаки же еще могут быть там у них что у них там самцы территория щенки есть хотят пить хотят к дождю к жаре от жары от жары они вообще не будут у них нету сил быть так что надо да у гугла спросить он все знает какое время у нас да собаки вот беду виду ой ой примет это какая пусть они воют на счастье ломаем стереотипы почему вы так много обрезаете можно что плести плак практически до конца лати спрашивает я сейчас расскажу почему давайте сейчас я наращу стоечки и покажу прям почему вот как раз здесь я уже практически доплетаю да эти трубочки рабочие скоро наращивание будет покажу но заодно и скажу что я стараюсь вот эту саму скрутку обрезать но получается так что сама скрутка не приходится сразу за стойкой и в этом случае мне приходится обрезать просто больше почему потому что ну скрутка она все-таки имеет вид свой до своеобразный просто когда ее не обрезаешь и со скруткой плетешь то вот эти вот места они более неаккуратные смотрятся более неаккуратно все-таки мы конечно не зацикливаемся на том чтобы изнанка была идеальная но все-таки лучше чтобы было все аккуратненько ведь например когда мы шьем что-то или когда одежду шьют швы же обрабатывают до чтобы не просто они не расходились а чтобы было и с изнанки аккуратно смотрелось да так вот неудобно стало плести поэтому скоро закончим вот смотрите вот я например плиту наращивая всегда за стойкой вот допустим вот в этом месте да я могу проплести дальше но посмотрите у меня скрутка уже вот здесь будет то есть вот она получается здесь трубочка ложится на стойку и здесь у меня лицевая сторона и скрутка это будет но все равно видно вот она идет вот отсюда да вот она вот здесь она бы видно было вот тоже то же самое здесь поэтому я обрезаю ближнее расстояние ближнее место рядом со скруткой которая могу и за стойкой у меня прячется это получается здесь на самом деле не очень много на камеру смотрится что я прям обрезала на самом деле вот чуть больше скрутки вот у меня сама скрутка чуть больше ну бывает и больше я обрезаю в этой больше это совсем малюха ну вот здесь например да тоже могу проплести но тут получается у меня скрутка прям здесь а такая тоненькая и она будет выделяться это место будет выделяться где скрутка поэтому я обрезаю самое там где ближе к этой скрутки идет за стойкой вот здесь знаете я не жалею потому что я раньше жалела сейчас я не жалею потому что серьезная изнанка получается более аккуратно и попробуйте я понимаю что трубочки крутить конечно занятия не из легких для начинающих да сама тоже жалела раньше вот а потом жалеть перестала почитаю давайте сейчас сейчас лежит в тени вот идет ей говорю что в жару общественную мне не знать про собачек совет я вчера ролик на ютюбе смотрел начинком ой не могу ань я такие видосики боюсь смотреть даже спасибо сегодня солнечное затмение и сегодня еще кстати новолуние так что вообще сегодня у меня должен был быть разгрузочный день но у меня сегодня практически разгрузочный я мало чего такого как-то тяжелого пи ела пила ела и пила точно да тогда точно аккуратно ну вот из вас вы получился отличный учитель я и так была учителем по профессии я учитель я раньше тоже жалела сейчас полтрубочки не глядя вот 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 полтрубочки не глядя на чем у вас лежит изделие это фетр это фетр чтобы изнанка не замена не заминалась спасибо юли решетовой я у нее взяла эту фишку я знаю что некоторые мастера тоже ее этим пользуются и когда у меня открытие прям было юля увидела на даже так надо попробовать попробовала и действительно изнанка очень прикольная становится не заминается ничего не разгружаешься сегодня аскезы всякие да ты прям большинство анют я вообще я не знаю вот честно я пока не выбрала день для разгрузочных дней прям идеальный потому что в полнолуние я хотела я попробовал на полонуние короче это конечно ужас потому что в полнолуние мне хочется ругаться ну вот прям день такой что вот прям вот вообще все не так и раздражение даже я вот сколько уже замечаю потом значит думала на новолуние на новолуние всегда забываю потом думала по воскресеньям а не представляешь у нас как воскресенье так гости ну вообще или дачи и мне сложно на даче разгружаться потому что мамы куча всяких лишних вопросов появляется она хочет меня всегда накормить и тут я и говорю например мама и сегодня голодаю мне при настроении падает вот потом значит я хотела на и кадыши но на и кадыши сложно мне было просчитывать что там все просчитывать там какие-то еще правила я очень бросил эту затею и ты мне тут говоришь что по субботам но я прислушаюсь и действительно может быть а а ты как ты пока не как может по субботам попробовать в общем не знаю я не знаю спишемся короче но суббота кстати суббота ведь интересная мысль а ты мне подкинула интересно надо бы мне как-нибудь может быть ну даже это не голодовки просто не знаю не есть чего-нибудь тяжелого да тоже тоже своеобразная аскеза у меня например не есть сладкого это же вообще для меня аскеза аскезой будет а мне лень так стойки наращивать и обрезаю и ставлю новые браво светочка света пишет ах да ну я как-то да я наращиваю когда у меня пол корзинки плюхнулась в трансляции я также кстати наращивала стойки тоже обрезала ой у нас что-то грохнулось я обрезала вставила новые потом еще и с грузом корзинку подняла и она у меня в этих местах в общем был веселый момент после этого что-то я всегда наращиваю качество трубочек синда да согласно сани что качество трубочек является залогом идеального до аккуратного даже ну а техника это уже вот здесь например тоже очень мало видите подошло буквально скруточка и еще совсем чуть-чуть пол сантиметрика даже меньше всего закончим и уже включимся завтра не знаю что я надеюсь что я тарелочку закончу до завтра и чашечку по путем кончики все испортила я молодец просто молодец чай пропустил начало теперь не досмотрю до конца надо бежать работать ничего ну это просто я плету ну что тут клей в шприце клей по вас столяр момент собираюсь на курс астрологии потихоньку вникаю в субботу разгрузочный устраивал правда до вечера ух ты это круто вот это ты круто повернула то как а слушай классно ну тебя эта тема я так понимаю захлестнула да слушай классно а я представляю что недавно я всегда думала и считала что я родилась в общем в одно время и мне мама это так и говорила что ну ты родилась там не за 16 10 в итоге я тут заинтересовалась дизайном человека это новые короче новое направление тоже интересно почитай если интересно она включает себя очень много факторов там с аспектов и общем и там нужно тоже время рождения знать я что-то вчера задумалась думаю а так ли я родилась в 16 день звоню маме а мама и говорит ой а я не знаю 16 10 это то время которое на часах показывала уже в коридоре а я как вышла с палаты вот смотрю 16 10 ну значит ты пораньше родилась думаю так понятно спрашиваю когда пораньше в 15 50 а вот это я уже не помню говорит мне мама вот там для некоторых не важно там полчаса даже иногда не важно 15 минут 10 минут но все равно конечно я всю жизнь считала что я в 16 10 родилась погода в питере у нас сегодня солнышко но был уже дождь и вообще уже похолодание прет завтра сегодня у нас 20 градусов завтра 19 17 по 17 пошло поехало но это как как гизметио показывает а это же все но ветер ветер холодный у нас вот мы не в самом питере живем ленинградской области ветер конечно холодноватый у нас тут вообще и сильные техника не страдает особо да согласно если криво смотрится классно согласно да давно купила пачку бумаги она видно не стоит стороны порезана не крутится что с этой бумагой можно сделать хороший вопрос можно накрутить трубочки если они вот прям крутятся но сложно я знаю что некоторые крут и крутят такие трубочки на стойке можно их использовать а так честно если совсем никак не накрутить то попробовать по другой стороне если совсем неудобно то жаль но у меня ответ один из нее сделать папье-маше не ну а что вот еще делать только так что не придешься что-то не видно тебя в ленте как тем более с украины деньги сложно переводить в россию если только в эстерн юнион до переводы а можно на телефон кстати по номеру телефона сейчас же у нас вот эти мегафон и все билайны они сделали открыли карты здесь тоже придется много наверное дать пап да у метро взят муж думал я сама с собой разговариваю здесь вообще если так отвлечься не смотреть на телефон то серьезно как будто я одна плиту но на телефоне ты видишь вопросы которые поступают и уже так типа о а я не одна не все-таки я здесь обрежу мне не нравится там вид вот сейчас многие живут карты мегафоны там трали-вали денежку на телефон просто скидываешь и она одновременно как бы номер телефона подвязан к номеру карты в общем как то так из меня объяснят расчет тот я могу на пальцах показать на пальцах я как-то тоже не обрезал оладушки блины я буду делать они оладушки когда тоже не обрезала до скрутки в итоге моя законченная шкатулка была неровная по краю сверху крышка потом гуляла теперь только так как ты теперь уже не жалко правильно все правильно не сохранились где-то мама говорит что вроде сохранились ей нужно посмотреть но конечно я сомневаюсь сомневаюсь но если сохранились то было бы конечно здорово вот у меня тоже сколько лет прошло 30 30 с хвостом лет я даже но я сомневаюсь что мама сохранилась но мама говорит что она посмотрит обязательно если сохранилась вообще будет супер вот у мужа моего вообще ничего не сохранилось ты и у мамы и мама его уже нет и получается что он вообще не знает когда он родился астролог в индии его как-то вычислял и мы тоже потеряли эти данные как-то так что тихо сам собой вот не бойся астрологу который не поменять сказал скажу знаешь по поводу имени я скажу что я не жалею вообще вот у меня не было нисколько жалости по поводу имени что я его поменяла вот совсем наоборот я сейчас так благодарна той ситуации которая вот тогда сложилось я поменяла имя вот не знаю я так благодарна я прям вот прям это мое вот то имя которое у меня было при рождении было низком некомфортно это я точно осознаю прям некомфортно не то что я не уважаю выбор родителей вот просто родители тогда и не выбирали особо ну там другая ситуация была просто абы как волокно 1 и 2 131 вот про эти спицы до узнать время в архиве архив там эти данные анюты нам говорили хранятся 25 лет только делали уже делали хотели 25 лет все потом просто и тут то данные общие отец мать и все у нас по крайней мере муж привык что ты разговариваешь с камерой вестерн ой я же когда я иногда веду skype консультации и у меня иногда бывают с украины ну по плетению заказывают я эти выставлены июня в общем пошла тогда деньги получать в итоге фоточка в профиль фоточка в анфас знаете у меня дальше анкету какую-то заполнить дальше еще там что-то в одно окно зайти в другое окно зайти записан написать расписаться меня было такое желание просто спросите вам ничего больше там анализ крови мочи не надо нет биометрические данные может быть вам предоставить еще не такое чувство что я там вообще просто как не на опасный преступник который пришел получать свои свои опасные деньги не хочу идти в леонардо у нас дождь идет сутки не надо дождь идет не надо не было бирка на и в детстве затаскала ректификацию можно сделать на время рождения ну там можно наверно но мне там что-то тот астролог же делал да вроде такое время числили классная вещь вам как относится как восприняла она конечно сказала что я для нее останусь тем че имя она давала при рождении но в принципе сейчас нет она вообще она не устраивала истерику меня мама мудрая в этом плане никаких истерик вообще ничего она говорит ну окей раз ты так захотела хорошо пусть будет и будет так так что маме в моей респект в этом плане спасибо большое и сейчас она так нормально вообще относится конечно если мы с ней вдвоем находимся она меня называет так как дала мне имя если там на людях да она нормально называет новым именем звали эмилия штатного астролога вот-вот ой вот ты кстати подумай может предложишь у вас уже там есть эти как о господи загс и в роддом кстати это очень хорошая идея в роддоме иметь астролога мне кажется ведь в индии же они имеют астролога сразу ребенок родился они идут сразу к астрологу ну то есть не в роддоме имеют а сразу к астрологу идут и астролог уже говорит так этому мальчику нужно то-то кто-то и что-то а этой девочки то-то то-то и все-то с другой стороны это уже как бы шаблон до идет то есть тебе скажут например твой ребенок будет на чемпионом мира по шахматам и тоже сразу на него клеймо вешаешь но с другой стороны они просто еще и говорят в каком направлении развивать то есть ведь есть дети гуманитарий вот я чистый гуманитарий для меня математические расчеты все это до свидосу это не ко мне вообще вот тоже по карте я чистый гуманитарий ну совсем что тоже интересно знать кто твой ребенок иногда эмилия было здравствуйте нет ты спроси видишь у нас же законодательство то я так понимаю разные законы разные это вот у нас так но опять же нужно спрашивать это то что нам загсе ответить мне в загсе по крайней мере отвечали там некоторых районах может в какой-то стране ведутся записи что когда вес рост когда время все обычно их удаляют потому что на бирках же все есть типа что если тебе не все равно сохраняя бирку здравствуйте когда консультация оплачивала нашла знакомых в россии чтоб деньги перевели потому что просто же система да уж венди тоже два имеет мы идти так домашние по документам о это светочка интересно кстати но потому что они вот там относятся к астрологии более серьезно чем у нас а астролог ерунда какая-то вы все-таки конечно серьезнее относится к этому как воспитывать какую сторону развивать да да . до кургус до . да да это очень хорошо как воспитывать и в какую сторону развивать да потому что есть дети например на которых но нельзя вот давить вообще нельзя давить это я увидел когда преподавала в школе некоторым некоторые есть детки не все но которых нельзя чрезмерно хвалить например они тогда загордятся и начнется да свое вот а некоторых наоборот надо подхваливать чтобы уверенность в себе повышать развивать уважение любовь к себе наученна хорошая штука то хорошие развитых странах родители задумываются как правильно назвать ребенка мне думается что тоже да хотя не знаю но мне кажется что у нас вот у нас в семье по крайней мере братья родились их называли так в какой день они родились то есть какой святой этого дня курирует ну например у меня вот брат миша он вообще родился в день архангела михаила и у мамы просто не было другой мысли как его мишкой назвать миша в михаил в принципе ему это имя очень идет добрый или привет они разные все советского союза осталось а точно шну поверхностно значит да лови привет латки шоколадки от варюхи мои варюхи привет привет обязательно передам и вам приветики всем от лёвы который лежит вообще просто сопит все я думаю что вот эту чашечку блюдечко сплела я уже практически до загиб кожи вне камеры буду делать я думаю что все есть такие детки да оль ну ты знаешь если меркурий в раке то орать не стоит не поймет если вовне то через ай ну круто вообще как же им имели в голову вообще папа у меня хотел назвать меня эммой но моим маме и бабушке это не нравилось и они говорили что же за грубое имя в итоге а папа все-таки настаивал в итоге у бабушки на работе появилась сотрудница ее звали эмилия и бабушка пришла и сказала ребята давайте компромисс вот эмма звучит плохо а эмилия звучит помягче ну давайте может эмилии то и назовем назовем ну и окей назвали но я была без имени где-то месяца два так что а что так думали долго если вас сохранил детская амбулаторная карточка аминный карт там будет розовес время рождения время рождения даже надо посмотреть изменилась это правда это правда ириночка да да при при приехала хотела сказать привет привет не понаслышке это точно прям вживую все развито и ни одно и то же имя нет ни одно но некоторые эмилии называют как эмма а мои захотели чтобы я имели и звалась кратко как миля ну в общем как то так как то так все последний рядок да как у меня и я заканчиваю и пойду печь блины муж уже ждет блинов у меня сегодня я захочу попробую захотела попробовать блины из зеленой гречки меня тоже прет сейчас на эти темы и я вот этой девушке я вам скидывала валерия эко лайф у нее как раз новый рецептик появился блины и зеленой гречки в общем буду пробовать сейчас все сделать у меня вот зеленая гречка мне очень понравилось прет меня прям так а я что-то не поняла где мне начало-то ряда вот она у меня начала ряда господи так все же но как раз вот здесь я наращу все и закрою будет конечно обрезок большой но ничего страшного мне ничего не жалко для этого дела я не жаден и повлияли ли изменениями не на что-то имели точно не твое имя вот-вот я тоже так пасеков вы насмешила повлияли да на характер повлияли да на характер однозначно на характер мне даже муж говорит что он это даже заметил через какое-то время там через полгода уже вот начал замечать изменения и да вообще вот как-то данный характер вообще поменялось все характере очень сильно причем то есть имели для меня было вообще очень мягким именем а вот лады как-то стало больше уверенности что ли добавилось вот лады не знаю это сложно объяснить конечно как я на вскидку и сейчас я не скажу надо подумать осознать это надо подумать вообще поменялось вместо того момента очень много поменялось и в жизни тоже очень я рада этим изменениям не разрешали называть лады всем с первом году почему ладочка вот тезка тезка моя пришла ладуська ой мне кажется это же старое славянское имя да или нет или я что-то опять путаю но в семьдесят первых годах там да было такое например я помню что мама рассказывала что когда они меня имели и назвали некоторые знакомые удивлялись и спрашивали ой что это за имя там немецкая почему-то его я рада мама упертая казалась и правильно маты помогать для понимания и правильно сына назвали ким тоже не особо хотели записывать теперь имя единичные главный сыну нравится о как круто загибка будет размашистой все закруглилась они закруглилась сейчас у меня тут насколько ты поменяла имя как-то пришла к этому имени ой олечка у меня тут и есть видосик на эту тему на лады си как раз хочешь я тебе скину потому что там вот сейчас в двух словах и не расскажешь но поменяла я имя в тринадцатом году это во сколько лет в 20 28 лет про изменение очень интересно обязательно ссср до ссср потому что очень интересно я тогда буду до готовить готовить сети конспекты и некий хорошо я забуду вы мне вы мне девчонки напишите в личку я же как я эфир заканчивая все забываю все у меня стертый лист белая память называется я знаю что оле и наташина то хорошо кому на тоже в личку кирпись пишите мне все тогда мы завтра встретимся буду загибку делать уже тут сама без вас завтра чашечку по плетем надеюсь вам было со мной сегодня не скучно блин и готовь муж горланды не смешите все все мои хорошие всех вас обнимаю спасибо за компашку всем пока 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 до завтра пока и мне так тоже надо записать то забуду все всем пока капка спасибо хочет не завершал